Приветствую вас! И то, что вначале хочется сказать, это то, что чувства, если они были изначально, так просто не уйдут, так просто не исчезнут. Поскольку вы сказали, что ваша жена увидела, как вы общаетесь с другой женщиной, ну, тут не совсем понятно, какое это было общение, но вы сказали, что на общение другой женщины она вас поправила, то понятное дело, что общение было больше, чем дружеское, и понятное дело, что она обвинила вас в измене. Тем не менее, если это было именно только общение, не больше и не больше, то, конечно, доверие к вам с ее стороны было подорвано, и, возможно, она считает, что вы не изменились, что вы все равно будете продолжать общаться с другими женщинами в тайне от нее. Можно сказать отдельно также, что вы пишете, что слова за слова, вы поругались и навелись. То есть, получается, что она начала вам что-то говорить, и вы ей отвечали. Хотя, в действительности, по ситуации, вы были не правы, но вы отвечали, и также, видимо, ругались, также говорили что-то в ответ на ее слова. Хотя, в данной ситуации вам, ну, желательно было бы, если вы действительно хотите сохранить брак, то нужно было наоборот, извиняться и просто, ну, в любом случае, не отмечать ответным негативом и так далее. Тем не менее, сейчас она убеждена, что вы не только не раскаивайтесь, но и также на тот момент, тогда, в критической ситуации повели себя так, что, как будто бы, защищались. Зашиваться в данном ситуации она была нельзя, и это ее отвергло. Дело в том, конечно, вы, опять-таки, не написали, оскорбляли вы ее или нет, но слово, слово ругались, это как бы подразумевает. Соответственно, если вы как-то ее унижали, как-то ее в чем-то обвиняли, то она именно этого вам сейчас забыть не может, потому что женщины очень хорошо помнят, когда они говорят что-то плохое, гораздо сильнее, чем мужчина, и потому вернуть ее расположение к вам будет довольно сложно. С другой стороны, что нужно понять, это то, что она, если вас любила изначально, то так просто забыть из-за ссоры и из-за общения женщины, то есть не фактическая измена, а из-за общения женщины, ну, в общем и целом, так быстро чувство пройти у нее к вам, ну, недавно были. Соответственно, если чувство прошли, как вы говорите, она отвергает и холодна к вам, значит, возможно, два варианта. Первый вариант, это такой, что она хочет, чтобы вы, если вернулись к ней, то уже на ее условиях, исключительно только на ее условиях. Она желает, чтобы вы унижались, чтобы вы молили ее о возвращении, и тогда в один, в определенный момент она, как бы, созволит вас вернуть и будет, значит, полностью контролировать и вас, и то, что вы делаете, при этом постоянно или периодически, вспоминая вам, что вы изменили ей, вы ее, как бы, значит, взбредали и так далее. Такое поведение нельзя назвать приемлемым для вас, потому что для вас это будет означать, что вы будете находиться в состоянии постоянного унижения, в состоянии постоянного подшинения, и да, вы, безусловно, виноваты, но для равноправных отношений важно, чтобы люди, если они сходятся после подобных родновых, то они все-таки друг друга прощали и жили дальше, как равноправные партнеры в отношениях, а не как один вечно виноват, а другой вечно прав. Так, к сожалению, к сожалению, не получится. И, судя по тому, что написали вы, то самостоятельно вам будет сложно выдержать такой, такой, такую форму общения, потому что вы снова можете не переживаться, начать на нее ругаться, и тогда разрыв будет окончательным. С другой стороны, подобное поведение является манипуляцией, и вам ничего хорошего не принесет. Во втором случае, женщина действительно охладела склон, причем охладела судя по вашему письму, еще до того, как вы, ну скажем так, провинили, потому что, потому что в противном случае, я думаю, у вас в случае, вы ее вернули при должном раскаянии. То есть, здесь два момента. Первый момент, либо вы недостаточно сильно старались ее вернуть, то есть, не нашли вовремя нужных слов, не поняли, что нужно делать, не проявили должный напор, и так далее, либо верили, что она к вам вернется, но, как остается фактом, вы не смогли ее вернуть. И второй момент, это то, что, собственно говоря, ну, чувства у нее прошли, и... То есть, если в первом случае она просто не поверила, то в втором случае, вы не можете изменить, как бы, чувства. То есть, нельзя заставить человека любить, и нельзя заставить, значит, человека разлюбить. Так вот, а получается, что она вас разлюбила, и получается, что разлюбила как-то слишком резко, потому что, ну, судя по тому, что вы описываете, реакция на это, конечно, должна быть, но не развод, не это дальнее прекращение общения. А это было. Значит, возможно, женщина вас не так ценила и вначале, как вам казалось, или как вам хотелось. Что можно сделать? Во-первых, действительно прекратить ее возвращать. То есть, сами разговоры о возвращении для женщины, это и есть негатив. Хотя бы потому, что вы у нее ассоциируетесь чем-то неприятным, чем-то унизительным для нее. Значит, нужно прекратить это делать. Второе. Чтобы не терять ее вида, вам следует сейчас, вот именно сейчас, предложить ей остаться с друзьями. Сказать, что, ну, хорошо, хорошо, ты не хочешь возвращаться, я не буду тебя, как бы, давить на тебя и так далее. Но, поскольку есть ребенок, который любит вас, ну, хотя бы ради него, давай, иногда будем встречаться, будем общаться и так далее и тому подобное. Если ребенком она его любит, то позволит вам с ним видеться. Потому что ребенок уже достаточно будет взрослый и он по-любому будет спрашивать у нее про вас. Дальше. Такие встречи. Такие встречи. Вам следует вести себя максимально выдержанно, максимально спокойно, нетно ласково. Стараться предугадать, по возможности, конечно, желание вашей женщины. Помогать ей в том, с чем она нуждается и проявлять заботу. Таким образом, если она хочет вас проучить или, если она не верит в вас, вам, точнее, если не верит, прошу прощения, то со временем ее вера вернется, она поймет, что вы если не хотели быть с ней, с ребенком и примет вас обратно. Если этого не произойдет и она начнет активно общаться с другими мужчинами, то она и выходила на вашу замуж и была с вами, жила с вами только до тех пор, пока ее устраивают. То есть, у женщины есть четкое представление, что мужчина ей должен давать, чего она от него хочет, какой он должен быть. Поскольку вы этим представлением не соответствовали по каким-либо причинам, она вас освергла, как неподходящего кандидата. В таком случае можно говорить о том, что изначально чего-то в коммунии не было и любую провинность она восприняла бы именно так, как восприняла. То есть, развод. Еще раз отдельно повторю и отмечу, что очень важно ваше поведение. Если в ситуации, когда вы были замечены за общением с другой женщиной на момент наличия вашей жены, это плохо. Это очень плохо. И тот факт, что вы ругались с ней по этому поводу, это тоже плохо. Это говорит о том, что у вас раз мощность, по ее мнению, отсутствует самокритичное мышление. Это значит, что по ее мнению, вы, возможно, не признаете своих ошибок. И вот именно это, возможность признать свою ошибку, вам иную, в первую очередь, ей показать. Покажете, что вы умеете обусловать свою неправоту. Покажете, что вы умеете признать что-то, в чем вы были неправы. И создадите необходимые предпосылки со временем, конечно, для возможного возвращения ее к вам. На этом у меня все. Если я помог вам, то поставьте оценку. А если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в личку, я помогу, все расскажу и объясню. А пока желаю вам удачи и всего доброго.